ешкины носки и что мне сейчас сделать это моя мама якобы забрала мой компуктер все мои мониторы что она еще забрала то в принципе все что у меня только золотой естественно до свидания золотая кнопка нужно будет другую заказывать на ютубе телевизор забрала бильярд ну она сказала то что бильярд моль съела, но, конечно, я в этом очень сильно сомневаюсь, то, что настолько прожорливая моль может быть. Пойка! Все мои игры! Челевузор! Я реально остался бомжом. Так еще и вот этот... Подождите, а вот этот дебил там до сих пор? Перчик, охраняешь, охраняй! До сих пор здесь валяется. Надо бы его похоронить, потому что у меня как бы дома тоже не морг. Вы уж извините, господин грабитель. Перчик, продолжай охранять. Но что самая глубокая внутренняя часть организма? Ты, наверное, понял, о чем я говорю. Я написал в банк, да. Я настолько стал бомжом, что я написал в банк, что мне выдали кредит для того, чтобы я смог перестроить свой дом, для того, чтобы я смог купить себе новый телевизор, плойку. Не каждую серию я могу себе позволить покупать новые телевизоры, не каждую серию я могу позволить, чтобы ко мне в гости приходил вор и все это воровал. Поэтому я надеюсь то, что письмо уже пришло и прямо сейчас я его заберу. Да, кстати, пришло письмо! Эдик привет! Это не банк. Это я. Мама твоя. Ага! Ага! Мама, которая меня ограбила, да? Пишу тебе с плохими новостями. Я давно хотела тебе сказать, но никак на это не решалась. Но сейчас, когда нашей семье грозит опасность, я вынуждена это сделать. Я не понимаю, это нормально, когда моя мама сначала меня грабит, а потом говорит мне, то есть... У меня есть сестра-близнец. Да, я знаю, ты сейчас немного в шоке. Я не хуахуа себе немного в шоке. Но я тебя хочу предупредить, что она недавно сбежала из тюрьмы. Она просидела там 10 лет, а посадили ее туда за кражи, ограбления, нападения на людей и другое. В общем, серьезные преступления. Она узнала про тебя, что ты блогер и точно захочет тебя наведать. Будь осторожным. Предупрежден, значит вооружен. Сраная почта России, меня бы уже 35 раз успели бы ограбить, пока пришло бы это письмо. Предупрежден, значит вооружен. Ага, конечно. Присылаю тебе нашу совместную фотографию, чтобы ты поверил. С любовью, твоя мама. Совместные фотографии, чтобы... Аж, аж, аж небо заплакало. Ядрит меня блохастый перчик. Это у моей мамы есть сестра-близнец. Она мне не горела для того, чтобы меня обезопасить. Так это значит не мама меня ограбила, а ее сестра-близнец. А где здесь мама, а где здесь ее сестра-близнец? Страховато немножко. Это еще кто? Вот сейчас мне вообще страшно. Если это опять какая-то моя мама. Так. Раз. Раз. Два. Три. Собака шатура! Извините, здравствуйте, вам посылка пришла. Какая посылка мне пришла? А че? Че? Что ты не... Ты видишь, какой ливень на улице? Кто посыл... Убери эту шайтан машину свою демоническую! Забери ее! Забери ее! Забери! Подними! Подними! Уходи! Распишитесь! Я... Я... Сам... Не буду ничего я расписывать и не буду я ничего получать. Уходи отсюда! Дебил! Не звони больше! Че милицию вызову? Хотя нет, не вызову. Сам тебя за... Дебил... Подождите. Ничего не понимаю. О! Это уже не близнец мамы. Вор не просыпался, перчик? Почему такой страшный день? Никого вроде нет. Вор вроде валяется. Этот валяется. Я тебе сейчас на жопу твою установлю этот звоночек и буду звонить до тех пор, пока она у тебя не взорвется. Заберите вашу посылку. Я не буду забирать никакую посылку. А хотя нет, сейчас забил. Расписаться. Сейчас я за ручкой сбегаю. Подожди. Сейчас у нас все будет. У нас сейчас будет и посылка, и роспись, и ручка у нас сейчас будет, и все остальное у нас сейчас будет. Да, конечно же. Ага. Так, сейчас я распишу. Сейчас. Почтален. Значит, почтален, да? Конечно. Я вас слушаюсь, ребята. Вы в прошлой серии заспамили мне то, что я слишком, якобы доверчивый, что каждый человек, который мне приходит в гости, он вор. Скорее всего, на самом деле так и есть. Поэтому я уже подозрю, ну какой непочтален, вы видите, как он себя ведет, какую посылку он мне хочет сейчас принести. Сто процентов, там в этой посылке какая-то бомба. Я сейчас за... Я сейчас выйду, подожди, подожди, я в туалете, пись, 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 пись. Я сейчас за... Да сейчас дай человеку поссать спокойно. Я сейчас заберу, заберу эту посылку, занесу ее домой, да, и пф, все взлетит на воздух. И да, знаю я этих воришек. Поэтому послушаюсь, Вась, ребята, не буду никому доверять. Ты помнишь, что я тебе обещал? Разворачивайся, нагибайся, а сейчас этот звоночек я тебе запиндюлю куда-то, Посылка, значит, да? Так, ага. Ну, смотри, раз тебе нужно расписаться, да, тогда это что? Это водный пистолетик, не обращай внимания. Раз тебе нужно расписаться, ну, сейчас мы распишемся. Давай сначала так, а? Грохотя тебя не буду, давай просто предупредить или немного, хорошо? Вали отсюда! Вали, давай, беги, беги, давай, беги! Они реально думают, что я буду с этого момента кому-то верить, да никому я больше не буду верить. Каждый человек, который приходит ко мне в гости, это вор! Воришки! Даже вот эта свиня, она вор! Да, не смотри на меня, ходячий мешок, сало! Все здесь воры! Я, конечно, благодарен Катюхе, то, что она мне подогнала такой домик, но, к сожалению, не лучший район. Вот все, что у меня осталось. Я на последние деньги купил себе плазму и новую камеру, поэтому никакого почтальона я к себе в дом не пущу. Совсем обнаглели уже. Сейчас пойду на куплю, чайочу хотя бы попью. На самом деле, я люблю дождик. Очень уютно, очень как-то комфортно, еще пледика не хватает, какого-то чайчика тепленького. Если жи, зато напиши в комментах. Мне кажется, каждый из нас любит такой... Слышь, Слышь, ты... Так, подожди, а где, а где ты зв... Че за дичь? Нет. Ты дебил? Че надо? А тебе че надо? Ты... Ваш осел? Отойди! Отойди! Чувак, ты дебил? Он жамму охранял, ты зачем его вытащил? Вот просто... А ну давай в яму обратно, в яму, в яму, да-да, туда. Слушай, не твое имущество, не трогай ничего. Вот сейчас со слом будешь яму охранять. Ты зачем его вытащил? Предупредительный второй выстрел в левое ухо, в правую мочку. Заберите свою посылку. Слушай, эту посылку можешь ставить себе. Если у тебя есть семья, если у тебя есть дети, оставь, продай и накорми своих детей, я никакую посылку забирать не буду. Мне не должна прийти никакая... Ты с пятого раза не понял то, что ко мне лучше соваться не нужно, воришка проклятый. Ладно, иди сюда, сейчас я тебе электрошокером что-то поджарю. Иди сюда! сваливай! Сваливай отсюда! Сейчас я тебя вы... Сейчас... Иди сюда... Ты... Где ты бежишь? Иди сюда... А ты яму охраняй! Да, перчик, я знаю, проблем у нас с тобой очень хватает. То почтальоны, печкины, то клоны, близнецы моей мамы, сестры-близнецы, то эта воришка. Что мне с этим делать, а? И как мне стену залатать? Письма от банка до сих пор не пришло. У меня нет средств, чтобы залатать. Дует! Дует! Сначала тебе задницу все простудим этим сквозняком, а потом и мне и гепатит, и геморрит, и... И все, все остальное, да. Ладно, пойду еще раз посмотрю, может уже пришло письмо. Опа! Это, походу, из банка письмо, да? Нет, это не из банка, это опять ты дебил, усатый. Посылка ваша. Слушай, я не знаю, меня вроде под таджикистонские усы учили в детстве разговаривать. Хумбурджгури ханжидгурку хамбурку но от моя посылка, не моя. Распишитесь. А, ты может, мой подписчик, может тебе расписаться на груди волосатой, я не знаю, что ты от меня хочешь. Может тебе сигну там сделать. Это не моя посылка, ты понимаешь? Мне никто не присылал посылку. Понимаешь? Возьми посылку и забери ее. Вот, иди там ваша посылка. Это не моя посылка. Кто тебе сказал? Кому вообще ее доставили? Скажи мое имя. Может вы просто ошиблись, я не знаю. Эдуард. Перец. Ах ты ж, зараза-то такая. Ну ладно. Не ставь ее, здесь сейчас все на воздух взлетит. Че, че надо? Кого расписаться? Что расписаться? Куда расписаться? На документе. А, на документе расписаться. Хорошо. Я еще раз пишу с получением посылки. Сейчас, подожди, подожди секундочку, я за, сбегаю за ручкой, сбегаю за ручкой. Сейчас, подожди, пожалуйста. Сейчас у меня там в подвале очень много хороших, пищущих, ручек с чернилами есть. Вот, допустим, вот это, мне кажется, подойдет. Ну, на самом деле, хорошая ручка. Раньше она всегда справлялась со своей задачей. Эту ручку мы тоже перезарядим. Давай, давай свой документ. Давай документ. Угу. Ага. Сейчас, сейчас, подожди, сейчас я распишусь. Ага. А, нет, извини, вот эта ручка у меня почему-то не пишет. Чернила, походу, закончится. У тебя есть ручка? Ай, почему-то я не могу ее поднять. У меня в руке, моя ручка. Ой, что, чтобы нам сделать? Отойди подальше. Я сейчас тебе выброшу свою ручку, потом подниму вот эту и сделаю тебе роспись. Ага. Сейчас, подожди, 4 секунды, 3, ага, 2, ага. Все, какая... Ну, слушай, по крайней мере, вот эта ручка мне понравилась. Хорошая ручка, это мы все застроим. Ну, документ свой заберите, ручку вашу тоже заберите и посылку вашу тоже можете оставить. себе. Хорошая ручка. У меня там, если что, еще таких ручек штук 5 есть. Ну, приходи, распишусь. Все твои семьи, я распишусь, если хочешь. Так, здесь у меня еще 7 патронов, здесь 7, здесь у меня сколько? Угу. 7. На всех воров хватит, на вс... Вы у меня очень большие молодцы, ребята, очень большие... Че развякнешь? Что, заберите вашу посылку чертову? Слушай, почтальон Печкин. Нет. Господи, ребят, как мне ему объяснить, то, что мне не нужна эта посылка. Да не нужна мне эта посылка, ты можешь понять? Я не ожидаю никакую посылку. Мне не должна никакая посылка, прикинь, ты это можешь понять человеческим, русским языком? Я могу украинским. Ты разумеешь, хлопец? Мне не треба твою посылку. Ты, ты, ты разумеешь? До меня не мае прийти посылка. Да не буду я ничего забирать. Ёхный ты, бабай, как ты меня бесишь. Что мне сделать, чтобы ты свалил? Может, мне тебя заплатить, я не знаю. Слушай, я тебе сейчас просто реально что-то... Можно попросить? Тебе 3 секунды. Рожай, как в туалет. Давай сделаем так. Ты пойдешь сейчас в туалет, да? Но посылку оставишь себе. Мне не нужна эта посылка, хорошо? Ну или обосрешься здесь на улице. Как бы дело твое, знаешь, дело твое. Решай. Ладно. Все, забирай свою посылку, пошли в туалет. Пошли. Пошли. Давай. За мной, следуй за мной. Сейчас я тебе покажу, где у меня здесь зал заседаний директоров. Вот сюда. Вот, заходи. Здесь, в принципе, все очень у меня пусто, не обращай внимания. Здесь дыра у меня, я просто там трубопровод проводил. Вот туалет, садись. Чур громко не пердеть, перчик спит. Не разбуди. Так, 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 нет, сейчас руку ростоверну. Так, сейчас я с ним. Я сказал, не пердеть громко. Так, сейчас я пойду. У меня... Надеюсь, перчатки слышат. Здесь у меня... Опа, ага, опа. Здесь у меня некоторое оружие специальное есть против всяких воришек. Это же 100% опор. ща... щас я с ним... щас я с ним разберусь. Лучше бы я его не пускал на самом деле. А щас у меня здесь есть чердак. Щас я с ним вообще разберусь просто в последний раз. господи, по миру. Слышь, почтальон перчик хотел сказать. Почтальон перчик. Ты задрал там пердеть на всю окраину. Слезай давай из туалета. Что вы делаете? Да я же тебе сказал, трубопровод провожу. Не обращай внимания. Продолжай свои дела там испускать. И спускать. Да, главное ну садись. Ну, тебе не стыдно? Я же здесь. Я понимаю то, что усатым не стыдно. Поэтому я, наверное, и побрился. Поэтому мне щас стыдно за тебя. Ну, ладно. Ага. Ага. В общем, да, вот такие. Что это? Это трубу прорвало. У нас вода просто очень токсичная. Зачем я столько много вёгер брал? Он с одного ведра умер. Тогда вот всё. Да, конечно, трубопровод у нас здесь плохой, вы уж извините. Только мне сейчас у банка ещё больше бабок нужно попросить, потому что мне сейчас ещё и здесь залатывать это всё нужно. Господи, как мне меня заколебали тем варить? А как мне сейчас выбраться отсюда? Ладно, сейчас дверь тогда будем ломать. последнее предупреждение. Усатый, я перед тобой, на меня смотри. ещё раз. Я возьму этот пистолет. Ну всё, ты доигрался, балбес. Я этот пистолет засуну в одно место, прокручу 35 раз, и ты будешь, и ты запомнишь этот момент на всю свою жизнь. уйди. Вы мне угрожаете? Ну, я в суд подам. Ах, ах, ты смотри, ты смотри, какой правильный... Вы маньяк. Ты смотри, какой правильный грабитель. Ай, в суд он на меня подаст. Какой правильный... Опа, смотри, НЛО. Смотри. Сваливай отсюда, грабитель. Иди. В суд он, в суд он. Иди отсюда. В суд он захотел на меня подавать. Какие у нас правильные моральные грабишки. Пошли. Вор, вор. Твоя мама знает, что ты вор. Не знает, потому что ты вор. Стыдно ей за тебя. Вора вырастила. Знала бы мама, что ты вором вырастешь, не рожала бы даже тебя. В суд он на меня подаст. Вор на меня в суд подаст. Ну, ничего, ребят, мы с вами справимся с этими воришками. Ха. Потому что в прошлой серии близнец моей мамы меня обокрал. Я почитал ваши комменты и реально понял, что я очень сильно всем доверяю. С этой серии я никому не буду доверять. А если я не видел предыдущую серию, где меня обокрала моя же якобы мама, вот подсказочка, посмотри обязательно и потом возвращайся на эту серию. Вообще обнаглели, а? Ой, сейчас усну прям здесь. Наверное, на кухне все. Сейчас лучше я пойду чайчик потом допью. Лучше я пойду на второй этаж, там посплю, а то счет я как-то сильно выру. Сейчас, подождите, пожалуйста, сейчас этому почтальону правую ляху отстрелю и сейчас перезаряжусь. И потом пойдем. Распим. Подойдите сюда. Что это такое? Здравствуйте, вы мне угрожали. Воришка, ты совсем обнаглел? Ты что вытворяешь? Вори... Я тебе не... Да, я тебе угрожал, потому что ты воришка. Пойдете сразу в тюрьму. Ты зачем полицейских привел? В смысле воришка с крышей? Ты мазу свою притянул? Или подожди, или ты реально почтальон Печкин? Ёшки-то... Вот как значит. Не верь никому, Эдисон. Все здесь воры. Этот усатый реально мне посылку принес. А я в него стрелял и угрожал то, что расправлюсь с ним. Он полицию вызвал. Очумительно, Эдисон. Не верь никому. Товарищи полисмены, меня подставили. Я... Только вы в тюрьму не сажайте. У меня дети. Точнее, собака. Перчик. Ядрить. Колотить. Продолжение следует... Редактор субтитров...